Итак, наш вебинар называется «SQL – язык аналитиков или программистов». По ходу мы разберемся, кто же будет называться аналитиком, кто программистом, и что такое сам SQL собой представляет. На самом деле это сейчас наиболее один из популярных языков, который позволяет делать запросы к множеству различных баз данных. Будем постепенно разбираться, что такое SQL, откуда пошло название, с чем связаны, что такое реляционные базы, которыми работает SQL-сервер. Посмотрим, какие основные команды, пробежимся по командам, которые есть в языке, чтобы вы знали, что за языком SQL стоит набор команд, которые позволяют разные действия делать. Дальше посмотрим, что такое запросы, как научиться писать эти запросы, и попутно разберемся, кем мы себя представляем, аналитиком или программистом. Давайте начнем с простого. Что же такое SQL? SQL, да, на самом деле у него есть вполне расшифровка нормальная. Вот здесь она показана. Это Structure Query Language, то есть язык структурированных запросов. Этот язык... Можно вопрос, запрос в базе данных, это получение информации из полей базы данных? Да, это, скажем так, это возможность, в общем-то, если так своими словами говорить, это возможность найти какую-то интересующую нас информацию в базе данных. Это в записях базы данных. Да, в информации, которая хранится в базах данных. Ну, сейчас мы разберем, что собой базы представляют, да, чтобы представлять, как к ним обращаться. Почему структурированные, да, потому что, на самом деле, мы будем работать с такой, с табличной информацией, к которой, в общем-то, мы привыкли, вот, какая-нибудь там, экселевскую таблицу открываем, да, там, вот, в большинстве, два измерения, да, есть там строки, колонки, да, вот. Вот, язык SQL, он привык тоже работать с такими табличными данными, поэтому мы подразумеваем, что и данные будут храниться в табличном виде, раз, и результаты, которые мы будем получать, когда будем эти запросы выполнять, они тоже будут такую табличную форму представлять. Значит, а так, в принципе, вот мы уже знаем, что SQL, да, расшифровывается, как язык структурированных запросов, это по-русски, да, либо structure, query, language. О, на самом деле, вот, очень часто, может быть, вы слышали, да, некоторые называют это SQL, а некоторые называют SQL. И непонятно, как правильно-то его называть, этот язык. Здесь нам немножко в историю придется окунуться. Вот, мы сейчас большинство работаем с персональными компьютерами, а на самом деле на заре развития учислительной техники, это вот, когда деревья были большими, а точнее базы были большими, или машины были, компьютеры были большими, тогда не было персональных машин, вот, но уже была фирма IBM, и вот эта фирма IBM разрабатывала свои базы, и для этих баз, на самом деле, был создан язык, который вот здесь, вот я внизу писал, он так назывался SQL. На самом деле, откуда это название пошло? Оно пошло как structure English Query Language, То есть, они попытались изобрести язык, который, в принципе, английскими словами пытался, как бы, давать запросы к базе, да, а база должна, соответственно, на команды этого языка возвращать какие-то результаты. Так как он назывался SQL, да, и вот отсюда американцы, которые вот IBM, в общем-то, оттуда, они привыкли, когда уже появился просто три буквы SQL, они по-прежнему его стараются назвать SQL. На самом деле, это тоже правильно, поэтому, если вы будете услышать, это такой профессиональный жаргон SQL, да, на самом деле, не все называют SQL, да, опять же, это географически, если вы поедете куда-нибудь в Англию или там в ту же Канаду, они там говорят SQL, поэтому, казалось бы, да, вроде, вот, как бы, мир такой, да, ну, вот, на самом деле, название, поэтому правильно и так, и так, поэтому смело называйте SQL, смело называйте SQL, да, и так, и так будет правильно. Ну, давайте теперь все-таки разберемся, а что стоит за словом SQL, да, вот мы говорим SQL, на самом деле под этим подразумевается несколько таких основополагающих понятий. И прежде всего, когда мы говорим SQL, мы говорим про реляционную модель хранения данных. Сейчас разберемся, что такое реляционная, а может быть, кто-то мне подскажет, что это такое. Такое понятие на слуху же, да, реляционная база, да. На самом деле, как ни странно, реляционные это не единственные возможные формат хранения данных, да, поэтому есть иерархические данные, есть сетевая модель хранения данных, есть объектно-ориентированные базы, есть так называемые многомерные базы, OLAB, так называемые базы. На самом деле их очень много, но SQL применяется именно к реляционной модели. И вот большинство современных, опять же, таких известных производителей, вот этих вот СУБД, СУБД это система управления базами данных, такие как Microsoft, Oracle, там, Seabase, та же IBM, они все работают с реляционными базами данных. Что же собой представляют реляционные базы данных? На самом деле это все очень просто. Это когда наши данные хранятся, откуда пошла эта система. В то время был такой математик Код, и вот он эту реляционную теорию разработал. Да, она основана на математической теории множества. Но вот множество структурированное у нас будет, множество, которое представляет собой плоскую таблицу, в которой есть два измерения строки, которые показывают экземпляр, какой-то отдельный элемент чего-то, и колонки, которые являются атрибутом чего-то. Поэтому мы говорим, что в реляционной модели мы храним данные в виде плоских таблиц, а каждая таблица представляет собой описание какого-то объекта. Ну, например, там, я знаю, клиент, да, клиентская база, значит, каждая строка – это отдельный клиент. Каждая колонка этой таблицы – это какой-то атрибут клиента. У него там может быть имя, фамилия, отчество, там, дата рождения, там, должность и так далее. Поэтому представление информации в виде плоских таблиц. Но реляция – это какие-то подразумевают связи между таблицами. То есть, в принципе, вот эти связи действительно хранятся. Почему? Потому что в плоской модели очень трудно вот в одной такой большой таблице хранить информацию обо всем. Поэтому, когда вот создаются разработчиками вот эти реляционные базы, они создаются так, что в одной таблице, например, хранится там информация там о пользователях, у другой там о сотрудниках, третья – о заказах, которые делают там пользователи, клиенты. Но все это распределено. Но когда мы хотим какой-то отчет получить, мы стараемся соединить эти таблицы. Из одной взять фамилию сотрудника, из другой – там взять номер заказа, из третьей – там фамилию клиента, который заказал этот заказ. А так это все хранится в виде отдельных объектов, которые… Вот представить, как это хранится, сейчас я могу показать вот на такой картинке, на самом деле. Такая картинка, ее можно назвать, скажем так, структурой таблицы или структурой базы. Здесь видно, что, например, в нашей базе существует вот каждый этот треугольник, квадратик – это отдельная табличка. Допустим, у нас есть какая-то база, где хранятся заказы. Вот здесь у нас такая таблица «Ордерс» есть, да? Здесь я говорил по горизонтали, да? А здесь наоборот как бы показано, да? Ну, это не меняет сути, да? Вот то, что здесь прописано, это на самом деле колонки. Это атрибуты, которые имеются у заказов. У заказов там есть, сейчас… Например, может существовать там номер заказа, да? Вот «Ордер», да? Может информация о кастомере, то есть о клиенте, который этот заказ сделал, да? Может информация о сотруднике, который оформил этот заказ. Обязательно дата заказа фигурируется там. Может еще несколько дат, да? Которые говорят, когда она должна быть доставлена, когда она должна быть выгружена и так далее, да? Можно быть указан, скажем так, город или там страна, в которой должен предназначен заказ, да? И так далее. Это все атрибуты отдельного элемента. Но, смотрите, вот по этой таблице «Ордерс» я, например, не могу сказать фамилию заказчика, да? Но зато есть поле «Customer ID», да? Которое позволяет мне вот по этому полю обратиться к таблице, вот не туда пошел, а сейчас мы пойдем правильным путем. На самом деле, если мы пойдем вот сюда, вот в эту табличку, да? Есть таблица «Customers». На самом деле, по этому «Customer ID» я могу найти там контактные фамилии, там адрес этого клиента, да? Город, в котором он проживает и так далее. Если я, например, хочу наоборот найти сотрудника, который оформил заказ, я пойду в другую таблицу, вот сюда, да? И вот то, что здесь нарисовано, обратите внимание, здесь видите, стрелочки такие показаны между таблицами. С одной стороны стрелочки нарисован, я крупно нарисую вот такой значок, перевернутая там «восьмерочка», а с другой нарисован вот такой вот ключик желтенький. И вот, как бы, вот эта связь между вот этой «восьмерочкой», которая на самом деле в математике называется символ бесконечности, связана с ключиком, который называется «один экземпляр». Это означает, что вот эта вот связь между этими таблицами происходит как «один ко многим». Почему? Потому что, например, один сотрудник может сделать много заказов. Но в таблице «сотрудник», в «каждый сотрудник», каждая строка — это уникальный сотрудник. Так же, как соотношение между таблицей клиентов и заказов тоже «один ко многим», да? Здесь «один», здесь вот «н», бесконечность. Поэтому мы можем сказать, что мы имеем одного клиента, который может сделать несколько заказов. Один ко многим. Ну, здесь вот и другие таблицы есть, да? Вот в заказе, например, не фигурирует, какие товары сделаны в этом заказе, да? Для этого есть другая таблица, детализация заказа. Вот как чек мы из магазина выносим, да? Там написано, там, такой-то продукт в таком-то количестве купили, по такой-то цене, да? Второй продукт. Но чек один номер имеет. Вот этот номер чека и есть номер заказа, да? Но, например, в чеке может не продукт фигурировать, а цифра, да, вот, по которой я должен угадать, что это такое, это мясо или молоко или там еще что-то, да? Поэтому есть связь с таблицей продуктов. В таблице продуктов каждая строка – это уникальный продукт. Вот основная идея вот этой вот религиозной модели, чтобы в каждой таблице хранилась строго своя информация, но, тем не менее, я мог путем обращения к нескольким таблицам получить интересующий меня красивый отчет, который покажет и фамилию сотрудника, и номер заказа, и там клиента, который сделал этот заказ, да, и название продукта, который он сделал. Это все я могу сделать, делая выборку из базы данных. Значит, вот эта религиозная модель на этом строится. То есть, по сути дела, религиозная модель, вот, когда мы научимся писать select-запросы, если мы их пока еще не… Это получить, найти, во-первых, интересующие нас данные внутри базы, а чтобы найти, нам нужно какое-то условие написать. Это условие называется фильтром или фильтрацией. Обычно задается таким ключевым словом, как WEA. Я потом покажу, как пишутся простейшие запросы. И, соответственно, тогда мы найдем не все данные, да, а только те, которые нас интересуют. Поэтому вот, когда мы говорим SQL Server и религиозная модель, это плоские таблицы, это связи между таблицами, и это логика предикатов, то есть, это логическое условие, которое я использую для того, чтобы находить нужные данные из таблицы. Ну, это первое. Религиозная модель, да? Поговорим SQL, подразумеваем религиозная модель. Второе, что мы подразумеваем? На самом деле мы подразумеваем, что у нас так называемая клиент-серверная архитектура. А это что такое подразумевает? Вот, если вы работаете, например, с Excel, да, вот у вас персональный файлик, да, где вы сами пишете и сами с ним работаете. А клиент-серверная архитектура подразумевает, что мы обратились удаленно к какому-то серверу. Давайте картиночку посмотрим, как она выглядит. Например, вот так вот, да. У нас есть какой-то мощный большой компьютер, где на дисках хранятся там большие базы, да, в этих базах вот находятся вот эти плоские таблицы. А клиент-это как бы клиентский компьютер, который может располагаться далеко, может на том же компьютере, может далеко располагаться от этого компьютера. Но самое важное, что клиенту не нужно самому какой-то поиск осуществлять или нахождение данных. Его задача сформировать запрос. Вот видите, запрос показывает. Этот запрос посылается на сервер. Сервер мощный и может отрабатывать эти запросы, и, соответственно, результат этого запроса возвращает клиент. Ну, например, там, не знаю, у нас большая таблица заказов, да, например, там, 10 миллионов строк. А мне нужно найти заказы, которые сделаны определенным сотрудником, там, в определенное время года, там, и только определенных товаров. То есть я написал определенные критерии, и под эти критерии попадает, там, из 10 миллионов, там, например, 5 строк. Вот я туда обращаюсь, передаю запрос. По сути дела, это некий текст, который написан на языке SQL, который отправляется на сервер. Сервер этот запрос отрабатывает, и в ответ мне возвращает только 5 строк. А если бы это не клиент серверной архитектуры была, не знаю, вот Exos, например, вы знаете, такие есть, СОБД, она файл серверный, вот я могу тоже какой-нибудь МДБ файл там поместить на сервер и сказать, вот давайте клиенты к нему обращаться будем, там, 3 человека хотят с ним работать. Ну, как они будут работать? Каждый из них обратится, эти 10 миллионов себе скачает на компьютер, из 10 миллионов найдет 5 строк, которые ему нужно, остальные выбросит, потому что они ему не нужны. Вот для текущего момента ему нужно найти только клиентов, которые делали заказ определенных продуктов в определенное время. Понятно, да? То есть клиент серверной архитектуры чем хороша, и чем SQL хорош, да? Вот когда мы говорим SQL, это уже клиент серверной архитектуры, потому что мы должны писать просто запрос правильный. И наша задача написать такой запрос, который вернет правильный результат. Вот где самое искусство находится, вот того же аналитика, да, который, вот, это правильно написать запрос. Ну, некоторые говорят, ну что, есть там команда Select, там есть там какие-то команды, там, вео, order by, там, и так далее, да? Ну, быстренько напишем. На самом деле, ну, не так все просто. А во-вторых, мы должны быть уверены, что результат-то правильный. Вот мы возвратили. А почему 5, да? Может быть, нужно было 10 или там 2 только, да? Вот нам нужно писать такие запросы, вот научиться писать, которые возвращают правильный результат. Для этого, как минимум, мы должны владеть несколькими методами обращения. Методы я тоже вам вскоре покажу. Ну, возвращаясь вот к 3-йен серверной архитектуре, реликционной модели, здесь еще третий факт можно отметить. Он как бы является следствием, может быть, второго, да? Это многопользовательская такая работа. На самом деле, так как сервер у нас мощный и один, да, совершенно плохо было бы, если его использовал только один человек. Поэтому вот система построена таким образом, что много лиц, я нарисовал три клиента, может быть, их там тысячи клиентов одновременно, могут обращаться к одному серверу, каждый со своим собственным запросом, и каждому сервер этот запрос достаточно быстро возвратит. Ну, быстро, потому что он мощный. Второе, он оптимизирует эти запросы, чтобы они выполнялись быстрее. Ну, а третье, то что если мы только запросы к нему даем, да, то они не конфликтуют друг с другом, потому что теоретически вот многопользовательская работа, это можно вот из жизни как бы понять, да, вот как работать вместе, да, над каким-то документом, да, я хочу одно написать, а кто-то хочет написать другое, да, а я хочу в этом же самом месте написать, да, вот здесь возникает как бы так называемые конфликты. Ну, они возникают только в том случае, если мы хотим изменять данные. А вот если я их читать данные хочу, то в принципе конфликтов может не возникать вообще. За того, чтобы обрабатывать эти конфликты, отвечает специальный механизм блокировок, который на любом SQL сервере присутствует. Так, ну, поэтому вот мы разобрали три элемента, из которых складывается слово SQL. SQL работает с реляционной моделью хранения данных, он использует клиент-серверную архитектуру, и у нас происходит многопользовательская работа. А теперь давайте посмотрим, из каких команд состоит язык SQL, да, вот этот вот язык, который называется язык структурированных запросов. На самом деле есть определенная классификация команд языка, да, и, может, опять же, вы эти аббревиатуры слышали где-нибудь, да, например, слово DML есть. Data Manipulation Language. Язык манипулирования данными. То есть это работа со строками. Вот я, например, основная команда, которая здесь есть, вот она, команда Select. Если я хочу найти, вот аналитик, скажем так, очень часто работает с одной этой командой, с различными дополнительными модификаторами, которые при этом используются, я должен найти в данных определенные интересующие меня вещи. Я пишу Select запрос, который эти данные находит и возвращает мне на клиентскую программу. Но манипулировать данные можно путем изменений, да. Например, я могу вставлять, вот как данные попадают в таблицу, да, Insert, это команда добавляет строку в таблицу. Update может нести изменения уже существующей строки. Delete удаляет строки. Вы видите, это категория манипулирования данных. Есть, когда мы хотим, вот откуда сами таблицы появляются в базе, да, их нужно создать. Поэтому есть другое подмножество команд SQL, которое называется DDF. По-английски расшифроваться Data Definition Language. По-русски язык определения данных. Вот данные нужно определить. Вот нужно описать таблицу, которая будет хранить данные. Для этого существует, например, простейшая команда Create Table. Create Table, где я укажу, таблица будет называться вот так, например, клиенты, у нее будут такие-то поля. В этих полях можно хранить определенные типы данных. Есть символы, есть цифровые поля и так далее. Я описываю структуру. Вот это я могу делать командой Create Table. Наоборот, если я хочу удалить таблицу Drop Table, если я хочу изменить уже существующую структуру, например, я забыл для сотрудников колонку зарплаты в начале. Могу написать команду Alter Table, add column, добавить колонку, и появляется еще одна колонка в структуре таблицы. То есть эти команды могут работать со структурой. Есть подмножество команд, которые позволяют давать разрешение на работу. На самом деле SQL Server – это не просто такое хранилище для коллективного доступа. Он на самом деле определенные ограничения там установлено. Как любая база, которая хранит какие-то данные, она защищает свои секреты. Поэтому администраторы могут давать кому-то право Select, только выборку, кому-то Insert, кому-то Create Table. Вот это дается специальными командами, которые называются grant – это дать право, deny – запретить, а revoke – это раньше дал, а потом хочу отнять обратно. Поэтому вот есть команды, которые позволяют с разрешениями работать. Называется это подмножество DCL – Data Control Language – язык управления данными. И, наконец, последняя такая категория, которая исключительно для тех, кто вносит изменения. Вот тоже, может, вы слышали такое понятие транзакции. То есть, на самом деле, вот любая база, если в нее вносятся изменения, они вносятся не просто так, а через транзакции. А что такое транзакции? Транзакция – это некая неделимая операция, которая либо выполняется целиком, либо целиком не выполняется. Ну, классический такой пример, да, я хочу там в банке, например, с одного счета перенести данные на другой счет. Я не могу написать это двумя отдельными командами, потому что если первую я напишу снятие со счета, да, а потом у меня с ошибкой завершится помещение на другой счет, они как бы исчезнут со счета и никуда не попадут. Или наоборот, я поместил на счет, но неизвестно откуда их взял, первая команда не отработана, да. Поэтому вот две команды снятия и помещения на счет, они должны работать как единая транзакция. Либо и снятие, и помещение сработает на счет другой, либо они обе не сработают. И вот это называется транзакция, и это называется транзакционная обработка. Для управления транзакциями существуют специальные команды Begin Transaction, Commit Transaction и команда Rollback Transaction, которая позволяет возвратить транзакцию в исходное состояние. Вот что-то завершилось аварийно, мы все, что даже успешно завершилось, опять в исходное состояние возвращаем. Вот это такая классификация команд, которые все команды. Но на самом деле я вот данный курс как бы все-таки ориентирую на лиц, которые больше все-таки работают именно с манипулированием данных и даже прежде всего с генерацией отчета с выборки. Потому что с него и начинался SQL, вот недаром я обвел слово Select. Select это команда, которая позволяет нам найти интересующие данные внутри базы. И поэтому вот SQL иногда называют языком аналитиков. И когда это говорят, они подразумевают на самом деле команду Select в этом языке. Потому что с помощью команды Select, она может быть и простая, и сложная, у нее есть разные там дополнительные ключики, можно найти нужные интересующие нас данные. Собственно, это прежде всего и интересует. Самого аналитика, так и руководство, которое дает ему задание получить соответствующий отчет, написать правильный Select запрос. При этом аналитику, которая работает, вот кроме Select, по сути дела ничего не нужно. Вот он должен грамотно уметь писать запросы. Грамотно в том смысле, чтобы получать нужный результат. Это немаловажно. Это на самом деле не просто оказаться на первый взгляд, если я там напишу. А напишите мне запрос, который возвращает три самых любимых товара определенного всех покупателей. Для каждого покупателя напишите три их самых любимых товара. Можно придумать какой-нибудь сложный запрос. Найдите товары, которые продавались в определенное время. Или какая скидка присутствовала на товары, которые продавались в определенное время определенными продавцами и так далее. То есть запросы бывают разные. Вот то, что я сейчас на самом деле формулирую, это как раз то, что идет на вход аналитика. Аналитик получает запрос на таком бизнес-языке или на человеческом языке, которым описывается определенная ситуация. Когда же мы работаем с базами данных, на самом деле мы работаем с таблицами, с колонками. И вот когда аналитик получает запрос на человеческом языке, он на самом деле должен преобразовать его в инженерный язык. Он должен представлять, в каких таблицах реально хранящиеся в базе нужной информации хранится, как эти таблицы можно соединить или объединить, или из одной таблицы сделать выборку, которую используют в другой таблице. Вот это, собственно, важная задача. Но она и обратную сторону имеет. Аналитик получил какой-то селег-запрос, он на него написан на странице. А начальник спрашивает, что ты здесь написал-то? Я не понимаю. Он должен обратное преобразование идти, с инженерного языка, на котором написан запрос, сформулировать его на человеческом языке, что, собственно, нужно получить. Я хочу сказать, что мы учим аналитиков в нашем учебном центре. Но язык подразумевает, как иногда говорят, язык программирования. Является ли SQL языком программирования? Вы, наверное, слышали, что есть такие нормальные языки программирования. Ну, не знаю, Pascal, Basic, C++ и так далее. Это вот такие. SQL, он с ними не конкурирует. Он не является языком программирования, как в классическом варианте понимания. Потому что его задача была работать с релизионными базами. Его задача формулировать тот запрос к базе, который получит правильный результат. Поэтому иногда говорят, что язык SQL – это декларативный язык. Вот я не хочу сказать SQL-серверу, пойди туда, достань то-то, прибавь к этому, найди еще чего-то, посмотри какой-нибудь индекс, который тебе поможет сделать. Я не говорю ему. Я говорю, я хочу получить вот такой результат. То есть я декларирую фактически то, что я хочу получить. А вот SQL-сервер, получая этот запрос, он как раз должен понять, как его выполнить, как его выполнить наиболее быстро, эффективно и так далее. Вот он подключает там индексы, еще чего-то. Поэтому вот если я напишу на каком C++, хотя он мощный, может быть, язык программированный, он не сможет сделать мне такое же действие, как язык SQL. Хотя с точки зрения программирования он как бы попроще. Точнее, совсем. Тем не менее, программисты тоже хотят использовать SQL. Хотят там организовывать какие-то циклы. Вот аналитику нужно просто select-запрос, декларативно описать запрос, что нужно. А программист говорит, так, хочу переменную, хочу что-то запомнить, хочу что-то сложить, хочу организовать цикл, хочу какое-то ветвление. Вот чтобы программистам тоже можно было что-то делать в языке, значит, язык был дополнен определенными конструкциями, которые вот здесь я пометил, переменные, циклы ветвления, но это не дает возможность все равно рассматривать его как полноценный язык программирования. Это просто добавление таких конструкций, которые позволяют и программистам себя почувствовать. Сейчас я дальше буду двигаться, и давайте посмотрим. Ну, вот такой вопрос, который соответствует нашей программе, курсу, на который каждый себе может сам, наверное, ответить, или, может быть, вы можете рассказать там какие-то свои истории, например, когда вы пришли на курс, вы планировали о чем узнать, или, скажем так, в чем стоит задача с вами, когда вы слово искуете. Конечно, 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 конечно. Значит, поэтому аналитик, это не то, что, который пришел и говорит, так, вот там что-то лежит непонятное, да, в кучке, да, я сейчас из него сделаю выбор. Конечно, самое первое для аналитика, это представление об информации. Другое дело, у него нет задачи создавать эту информацию, создавать эти структуры. Он должен понимать, какая информация хранится в базе, да, вот когда я вам вот эту картинку, как бы, связи между табличками, как бы, показывал, да, по сути дела, вот это, вот, представление информации уже в табличном виде, которое там хранится. По ней можно сделать. Раз есть заказы, у них такие-то вот характеристики есть. Если я внимательно изучил каждое поле, да, я могу знать, я, например, по каким критериям могу находить заказы, да, по датам могу находить, да, потому что там есть дата заказа. Могу по стране, в которой делался заказ, потому что есть информация о стране, да, естественно, структура информации должна быть нам известна. И поэтому, когда мы, вот, если вы пойдете на курс или самостоятельно будете изучать, да, естественно, перед тем, как писать запрос, вы должны представлять, с какой информацией вы имеете дело. Это не, чудес здесь не бывает, да, мы должны прежде всего знать название таблиц, название колонок, да, вот это уже инженерный язык, который мы уже используем внутри базы. Ну, давайте теперь вот о чем поговорим, да, ну, видите, у нас один аналитик в группе. Кто еще у нас как себя воспринимает? Я аналитик назначен. Понятно. Уже писали свои запросы? Сложные? Понятно. Так. Я трейдер, специалист по финансовым рынкам. Понятно. Приходилось вам где-то слово SQL использовать или как бы... Я же говорю, я начинаю еще, я просто пересвуюсь. Понятно. 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 Конечно, скажу. В конце все расскажу. Скорее, хорошая аналитика это немного программисты. Что вы работаете на целях даже с Excel на 5 языков программированиях. А уже есть с серьезными базами данных. Ну, понятно. Ну, значит, смотрите, на самом деле я могу так сказать. Конечно, иногда хочется знать вот то, что непосредственно в твоей области и чуть из той области, которая вот, может быть, у вас нет прав там чего-то, да, но это как бы вокруг окружающая какая-то среда, да, которая нас окружает. Но на самом деле все равно есть какое-то ядро основное, которое прежде всего либо наши должностные обязанности, либо это как бы непосредственно работа, которой мы занимаемся, да, поэтому в данном случае я говорю, аналитик, нужно ли ему программирование, я могу сказать, вот, что в программировании наиболее востребовано аналитикам, да, а что может быть его как бы не должно. Вот циклы и ветвления по идее не нужны аналитику, потому что он это может сделать другими, там подзапросы есть, например, у него есть механизмы, которые декларативно описать данные, да, чтобы получить нужный результат. Но есть интересные вещи, например, кейс-ворожения такие, кто-то слышал, может быть, кто-то не слышал, значит, на курсах мы это проходим. Это возможность уже как бы вот этот кусочек программирования не между командами встречать, когда мы говорим есть ли эта команда или эта команда, а внутри самого select-запроса я могу сказать, например, вместо того, чтобы вводить единички и двоечки и троечки, я могу, а это название категории продуктов, да, я могу каждую единичку расшифровывать как некое, значит, ну, символьное поле, да, и тогда я пишу кейс-вен-единица, зен-там мясные продукты, кейс-вен-там троечка, это там, не знаю, ликероводочные товары, да, и так далее, понятно, да, то есть кейс-это уже как бы элемент программирования с одной стороны, да, но в данном случае это просто дополнение к аналитике. Кто у нас еще не признавался, кто он? Да, я хочу джава разработчик. Понятно, ясно, ну, джава тоже, это уже больше, конечно, к языкам программирования имеет отношение, да, но на самом деле даже на джаве можно найти что-то, да, что требует обращения к данным, и вот то, что будет требовать обращения к данным, это потребует у вас знания языка SQL, потому что язык SQL, вот на самом деле вот здесь я ссылаюсь на курсы, которые вот здесь у нас показаны, они проводятся в учебном центре, в данном случае это курсы Microsoft, которые, то самое главное, они включают элементы аналитика и элементы программирования. Вот такой вот пятидневный курс здесь вот два номера, значит, вы можете их сейчас записать себе для того, чтобы посмотреть, на самом деле, так как вы уже пришли в учебный центр, да, я советую вам с нашим сайтом дружить, если вы еще как бы с ним не очень дружите, да, поэтому, если вот вы по ссылочке какого-то курса пойдете, да, вы увидите, что там можно найти на самом деле программу этого курса. В программе курса узнать там, значит, какие вопросы там изучаются. Это номер курса, ну, почему номера есть, да, во-первых, мы читаем часто авторизованные курсы, вот, например, это курсы, составленные самой фирмой Microsoft, да, поэтому, изучая эти курсы, вы получаете, как бы, в том числе и информацию, как она хотела бы, чтобы сама фирма Microsoft, которая разработчик своего SQL Server, да, представляла информацию. Но, чем хорош вот этот курс, который, я упоминаю, сейчас мы на программу какого-то курса перейдем, значит, он хорош, то, что он про язык SQL. На самом деле, он про язык, который называется Transact SQL, потому что Transact SQL это диалект языка от фирмы Microsoft. Но, когда я вначале начинал, да, реализационную модель, там у меня IBM фигурировало, и Oracle, да, и так далее. Вот чем этот курс хорош, он легко там делать упражнения. Вот вы придете на курс, у вас сразу появится, как бы, компьютер, на котором можно делать запросы. А язык SQL Transact SQL, например, от PL SQL, который практикует с Oracle, или DB Query Language, который в IBM, да, они фактически отличаются, ну, процентов на там, один-два, потому что и там, и там используется SQL. Да, они могут отличаться, я могу сказать, где они отличаются, да, потому что язык, как правило, расширяется какими-то функциями, которые позволяют нам не складывать единички, а сразу сказать, вот я хочу получить там сумму чего-то, да, или получить там какой-нибудь синус, косинус, там, чтобы не считать это, да, и поэтому вот курс называется «Язык запросов на Microsoft SQL Server 2014», здесь вот показано, кто его читает, на самом деле, читают, вот здесь вы можете меня узнать, ваш покорный слуга, да, и есть у нас еще один замечательный преподаватель Самородов, Федор, оба мы Анатольевичи, поэтому не перепутайте, значит, и здесь, собственно, можно посмотреть вот программу этого курса, где показано, какие вопросы здесь изучаются, я сейчас показываю быстро, потому что вы сами потом можете зайти на сайт, да, и уже внимательно посмотреть, видите, что там изучается, введение, введение в сам язык, там, вот кейс, да, который я упоминал, на самом деле я сейчас вам покажу немножко с другой стороны вот это, это вы потом почитаете, да, я на слайде упоминал еще второй курс, да, 761, если вот у вас стоит выбор, на какой курс пойти, можете выбирать абсолютно любой из них, отличаются они только версии SQL Server, здесь 14, здесь 16, чуть более новый, но если бы вы были администратором, например, или там, даже программистом, да, вам бы были интересны какие-то новые возможности, которые именно для разработчиков появились, а если вы аналитик, то язык, вот я упоминал фирму IBM, да, которая совсем давно это, практически не изменился за все годы, да, этот язык просто надо знать, и на нем вы сможете писать запросы, поэтому с точки зрения пойти на 461-й или на 761-й, да, можете пойти на любой из них, узнаете примерно, скажем так, на 99% одинаковую информацию, это будет и для аналитика, и для программиста, вот сейчас я буду какие-то слова выкрикивать, да, которые означают слова, которые используются в запросах, да, на самом деле они все изучаются на курсе, да, как всегда курс идет от простого сложного, да, начинается просто некой простой запрос с фильтрацией и сортировкой, например, выражение V говорит где, то есть там можно написать какое-то логическое условие, которое будет определять, найти только где данные, где, например, там, дата такая-то, или дата между такой-то, такой-то, да, или дата, или там сотрудник, который оформил с такой-то фамилией, да, вот здесь мы можем это определить, order это сортировка, можно отсортировать результат там по фамилиям, по датам и так далее, топ можно показать не всех, например, для отчета нам не нужно 10 миллионов строк, да, а для отчета нам нужно, например, наиболее, там, скажем так, дорогие товары, которые мы хотим показать, значит, мы отсортировали их по цене, причем в обратном порядке, да, чтобы вверху самый дорогой был, а потом и сказали мне показать топ-10 только, вот я могу легко отфильтровать по количеству строк, есть такое понятие, как группировка, иногда мы, скажем так, потребность в этом возникает, да, например, те же заказы есть, да, каждый заказ оформил какой-то сотрудник, а вот мне хочется отчет получить, чтобы посмотреть, сколько заказов каждый сотрудник оформил, вот как это сделать, я могу сгруппировать по сотрудникам и показать функцию количества строк, которые, заказов, которые, вот, отдельный сотрудник оформил, у меня получится список сотрудников, а в качестве дополнительной колонки будет показана специальная агрегатная функция count, которая покажет количество строк, которые, а можно, например, сгруппировать там товары по категориям, да, и сказать там, какой товар самый дорогой внутри категории, группирую, вот, несколько товаров имеют одинаковое значение в поле категории, я, как бы, превращаю это в одну строку и говорю, вот, по этой категории есть разные цены, но я нахожу минимальную цену или максимальную цену, понятно, да, это группировка, видите, там обязательно определяются агрегатные функции, есть понятие под запросы, вот, мы пишем select запросы, а внутри одного select запроса можно другой вставлять, поэтому я могу сперва написать одним запросом, который получает какие-то промежуточные результаты и не храняя их, вот, мне не нужно для этого даже переменных, потому что я получаю результат и этот результат сразу использую внутри другого запроса, допустим, я нахожу максимальную цену товара, а потом или нахожу максимальную дату заказа и потом нахожу все заказы, которые сделаны на эту максимальную дату, видите, это все, но давайте я вот сейчас сосредоточу на том, что наиболее полезно изучать, вот под запросы и второй механизм joint соединения, кто уже писал хотя бы некоторые запросы и с более чем из одной таблицы, обязательно должны либо с под запросами, либо с joint соединения, как правило можно одну и ту же задачу решить либо под запросом, либо соединением, а можно и тем и другим, вот почему я говорил у аналитика задача стоит правильный результат получения, то есть мы должны написать такой запрос, который возвращает правильный результат, а вот мы написали одним способом, да, и не знаем, давайте попробуем другим способом написать, да, и сравнить, вот если у нас получилось и там и там те же строки возвратились, значит как минимум мы сами себя проверим, но если рядом с нами нет человека, который может подсказать или сразу ошибку увидеть, да, ошибки очень коварные есть, то есть инструмент сложный, а ошибки коварные, но тем не менее, как бы, еще давайте покажем, такое слово pivot слышали, на самом деле это возможность формировать сводные таблицы внутри SQL Server, сводные таблицы это когда мы, например, группируем по двум каким-то полям, я хочу узнать продажи по годам и по странам, у меня это в две колонки идут, годы, количество продаж и в соответствующей стране, а я хочу, чтобы года у меня по горизонтали шли, а страны по вертикали, а на пересечении года и страны я хочу получить количество проданного товара в этот год, в эту страну, вот это называется сводная таблица, ее можно легко делать с помощью выражения pivot, на тех курсах, которые я вам показывал, изучается сейчас самый современный и мощный инструмент написания запросов, который называется оконные функции, оконные функции, они уже есть, они стандартные, вот здесь примеры их приводятся, функции ранжирования, функции агрегирования, функции сдвига и так далее, с помощью них можно быстро решать очень сложные задачи, которые раньше даже не представляли как решать, ну, можно создавать промежуточные итоги, как бы более внимательно посмотрите вот это вот, если напишите нам письмо, я вам пришлю соответственно вот эту презентацию и вы ее можете почитать, если бы у кого-то было флешки, я могу сегодня прям сбросить, ну, на самом деле, у кого личный кабинет, я просто не знаю, как организационно это вот я решаю, менеджеры, значит, если точно письмо пришлете, придет, может и в личном кабинете будет, у кого есть личный кабинет, кто оформил, да, и кто участвует, а вот здесь смотрите, элементы программирования написал, элементы программирования это те, которые встроены в язык, например, с помощью команды declare объявить, можно создать переменную, а в переменной можно хранить, временно хранить, это ячейка для хранения чего-то, да, можно даже табличную переменную создать, в которой можно такую виртуальную табличку хранить, а можно хранить какое-то вычисленное значение, например, максимальную дату, или количество товаров, которые где-то еще использовать, я буду, можно ветвление организовать, да, вот я анализирую, если там в таблице то-то, то нужно выполнить такую-то задачу, если нет, это уже программирование, это уже нечистая аналитика, можно циклы организовать, например, я хочу там, не знаю, ввести переменную, да, которая говорит, я хочу вывести там 20 товаров откуда-то, да, и вычисляйте по какой-то формуле, которая будет внутри этого цикла считаться, вот, пожалуйста, я while, пока переменная такая, это не равна концу цикла, да, я могу выполнять определенные действия, но это опять же работа с несколькими командами, про кейс я уже говорил, команда execute, немногие знают, что можно на самом деле формировать команды, просто складывая символные строки между собой, почему, потому что я могу добавлять туда параметры, вот я например хочу найти, начну писать запрос, который я просто формирую как select, from, чего-то, а вот чего-то я могу вставлять в качестве значения параметра, который, есть такое понятие конкатенация, символные строки просто плюсиком соединяются, и потом я даю мощную команду execute, выполнить всю строку, и вот все, что я туда написал, это пойдет на выполнение на сервере, это называется динамический SQL, почему он динамический, потому что я не написал запрос жесткий, а написал запрос, куда могу вставлять что-то, например, те же курсорная обработка, слышали, что такое курсорная обработка, на самом деле это может быть иногда возникает потребность, когда мы должны вот какие-то вещи в таблице перебирать по одной строке, беру строку, чего-то из нее извлекаю, запоминаю, перехожу к следующей строке, то, что я запомнил, хочу прибавить к тому, что я в следующей строке нашел, перехожу, ну, например, какой-нибудь нарастающий итог посчитать курсорная обработка, ну, я упоминаю курсорную обработку, чтобы сказать, что вы бы ее не использовали, потому что я уже на предыдущем примере применял оконные функции, которые сделают это в десяток раз быстрее, они также могут брать по отдельной строке, но они сделают в результате одного запроса, значит, вопрос у меня интернет, почему для аналитиков не указаны оконные функции, да, возвращаясь к предыдущему слайду, вот, пожалуйста, оконные функции, вот они, даже классификация тех оконных функций, которые изучаются на курсе, Дмитрий Романов, вы меня слышите, так, ну, идем дальше, да, ну, вот, собственно, на самом деле, вот я здесь написал и так далее, да, но теперь нужно, как бы, какой-нибудь запрос показать, и показать, как мы на курсах эти запросы решаем, на самом деле, есть у Microsoft такая замечательная программа, которая называется Management Studio, если кто-то с Microsoft работал, ее, наверное, знают, если кто-то не работал, то не знают, это программа, которая позволяет подключаться к серверу баз данных, вот, это сервер, который установлен на моем же компьютере, я, система клиент-серверная, поэтому эта программа является клиентской программой, которая позволяет подключаться к серверу, вот, если вы ее первый раз запускаете, сейчас я ее запущу, она спрашивает, вот она запускается, да, она сейчас спросит, а к какому серверу вы хотите подключиться, и я выбираю, вот я хочу подключиться вот к такому серверу, и говорю Connect, и вот, здесь она показывает подключение к серверу, а здесь могу открыть базу, да, с которыми можно работать, вот я вам показывал схему базы данных Nordwind, и если вы хотите написать запрос, здесь можно, вот, например, сказать, я хочу новый запрос, написать, вот я пишу require, и теперь, чтобы мне этот запрос показать, я, например, у меня да, но сейчас все в основном 64-разрядные, потому что на самом деле SQL 32-разрядные бывают, это не является принципиальным отличием, просто современные они все, вот первый запрос, хочу все заказы показать, select звездочка from, например, таблица orders, а вот это у него пробок и пилок в программе сначала, конец win, winbrook, нет, нет, здесь вот все проще, значит, мы просто формируем тот запрос, который нужен, вот я его написал, да, у меня есть кнопочка execute, вот раз я его выполнил, смотрите, вот все заказы у меня здесь вот показаны, вот они, по каждому заказу есть номер заказа, там идентификатор клиента, который его сделал, номер сотрудника, который его оформил, дата заказа, если я вот так сдвинусь туда, да, можно и адрес, в который город, в который должен он поставляться и так далее, видите, а потому что у меня вот в базе данных Nordwind есть таблица заказа, ну а чуть более сложно это добавить сюда фильтрацию, допустим, я могу, видите, у меня много колонн, ко мне не все интересно, да, я хочу, например, только показать номер заказа, я пишу Order ID, да, показать дату заказа, и, например, показать город, фамилию не могу, если в этом запросе, да, значит, вот, чтобы фамилию продавца, можно и показать фамилию продавца, да, я могу, например, показать номер сотрудника, да, вот из этой базы, там, Apply ID, который сделал, да, ну и, допустим, город, да, в который этот заказ оформлен, выполняем запрос, видите, количество колонок резко уменьшилось, а, это, как бы, фильтрация по колонкам, да, а можно и по строкам фильтровать, ведь, мне не интересуют, например, все заказы, да, тогда я добавляю слово V, и говорю, например, меня интересуют только заказы, которые сделаны, например, в город Рио-де-Жанейро, я говорю, where ship city равняется Рио-де-Жанейро, давайте посмотрим, вот сейчас мне возвратилось, смотрите, 830 строк, а если я с фильтром, да, выполняю этот запрос, он мне возвратил только 34 строки, то есть, я уже фильтрацию, а если, скажем так, меня, как бы, интересует, какая-то, например, номер сотрудника, я хочу отсортировать, да, могу еще добавить сортировку, по возрастанию сотрудников, это уже некоторая группировка, но эта группировка такая, просто вот рядышком они расположены, а если бы я хотел показать, сколько там заказов сделал каждый сотрудник, там, да, в Рио-де-Жанейро, я бы вынужден был группировку сделать, поэтому, а так вот, пожалуйста, запросик, да, ну вот, на самом деле, это очень простые запросы, пока я вам показываю, да, конечно, они будут сильно отличаться от тех запросов, которые на выходе, вот, любого курса вы получите, потому что, ну, такие запросы вы пишете, уже что-то больше можете, да, join-ы можете уже? Да, под запросы? Нет, под запросы у меня нет. О, видите, а под запросы иногда дают результат более безошибочный, чем join. Вот join дает ошибку, и мы не поймем почему, а под запрос дает нам безошибочный результат. Можно смеваться в моих словах, приходите на курсы. А здесь есть какие вещи, сама база данных, селф там, либо... А вот сама база, вот смотрите, вот здесь вот сама база, вот, видите, называется она Northwind. К ней можно обращаться? А мы к ней обращаемся. К этим языком? Да, да, именно к базе, а как же, мы обращаемся к таблице, которые лежат в определенной базе. Вот, если бы я вот здесь выбрал другую базу, да, вот, и попытался выполнить этот запрос, он бы сказал, я не могу найти там каких-то объектов, потому что я не в той базе нахожусь. Обычно в скриптах вы можете увидеть такое выражение use, например, Northwind. А это что такое? Use, это перейти на эту базу. Вот я перешел на эту базу, и теперь, если я сперва выполню вот это, а потом это, то я сперва окажусь в базе Northwind, а потом из нее выполню запрос. А у вас получается к таблице уникальная, да, если даже есть приход в базе? Вы, значит, почему я пишу orders, а не, например, DB orders, да, вот, вот, Я в виду, вот, раньше у вас не было приходов в базе, но у базы все равно привык. А потому что я вот здесь, вот, смотрите, я вот здесь нахожусь, я вот здесь могу базу, вот она у меня вот здесь была выбрана. Поэтому как только я вот эту команду сделал, она у меня стала вот здесь текущей. Я мог бы ее просто вот отсюда выбрать, и все вместо вот этой команды. Это мы уже самого интерфейса, да, как бы изучаем возможность. фактически вот я вам как бы такое. Ну, я написал такой вопрос, что дальше, потому что на самом деле, как бы тот, кто аналитикой занимается, может вырасти там еще в какого-то специалиста, да, например, может быть программиста чистого, да, может быть аналитика с программированием, может быть разработчика, разработчик это кто? Это тот, кто уже вот создает логически, проектирует сами базы, и создает структуру этих таблиц, и пишет код, который внутри баз будет храниться. Вот на тем курсах мы знакомимся с простейшими командами, которые существуют в базе данных. мы разработчики разрабатывают, да, вот то, что разработано, заполнено данными, работающие приложения, уже используется аналитиками, да, но есть еще и администраторы баз данных, да, которые, например, сам сервер могут установить, security определить, да, работа сервера, сделать резервную копию базы, чтобы у вас не потерялась информация, да, экспортировать какие-то данные в экселевскую таблицу, да, это может быть, экспортировать вы можете как аналитик select-запрос, если напишите соответствующий запрос, и используется определенный инструмент. А администратор может вызвать определенный мастер, сказать next, 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 выбрать там определенные категории и сказать, вот этот результат поместит вот в такую экселевскую таблицу. А что такое SQL менеджмент консоль или workstation, там что-то такое, не знаете, там менеджмент такой, SQL, ну, если не знаете, может быть, еще, но вы встречались с этим? Ну, смотрите, вот, в принципе, есть графические и неграфические средства управления, да, поэтому это программа, программа, которая позволяет работать. Программа. Да, вот эта вот программа называется конкретно, может, вы с ней путаете, SQL Management Studio, да, которую я вот вам показывал, она так и называется, SQL Management Studio. Сейчас я вернусь к ней. Вот она, вот она, это называется Management Studio или SQL Management Studio. Это просто программа от Microsoft, которая позволяет нам писать запросы и сразу смотреть результаты и купол. А если хотите, вот этот результат вы можете куда-то экспортировать, например, save result s, написать, я хочу, там какой-то файлик сохранить, да, потом его, например, в Excel где-то закачать и посмотреть. А, да, с этим где, ну, в том, да, все. значит, да, да, можно смотреть, это уже как бы, это уже дальнейшее развитие как бы аналитики. Аналитика, которая будет использовать не чисто SQL, а будет использовать какие-то другие инструменты, потому что тут мы уже сталкиваемся не с реляционным совсем хранением данных. вот, например, есть OLAP-база, да, многомерные кубы. DAX это чуть попытка в плоских таблицах разместить многомерные структуры, но они будут не реляционные. это развитие как бы те оболочки или те как бы механизмы, которые позволяют дальше или можно сказать специальные инструменты, которые позволяют работать именно с такими моделями данных. Так, ну, семинарчик у нас не очень большой, здесь вот я ссылочки на наш семинар и на программы курсов оставил и дошел к вопросам. Значит, сейчас, пока вы думаете вопросы, я отвечу на вопрос, который у меня в интернете задают, да, подзапрос может быть более затратный для сервера, чем связка таблиц или джоин. Не соглашусь. Для этого нужно конкретно писать соответствующий подзапрос или же подзапрос. Что более безошибочно, это точно. может быть он будет такой же подзатрадности, а может быть более эффективный. Поэтому вопрос такой. Что такое OLAP? Да, было слово OLAP. Давайте тоже расшифруем. OLAP переводится как онлайн анализинг процессинг. Это когда мы данные храним не в виде плоских религиозных таблиц, с которыми работает SQL, а в виде многомерных кубов. Слово многомерный означает, что данные о продаже я могу хранить в такой структуре, которая имеет куб, немножко может вас смущать и думать, что это три измерения. На самом деле их больше трех. Например, N-мерный куб может заряжать 15 измерений. Если так представить, крыша пойдет, снесет. А аналитики говорят, 15-мерный куб, я просто срез сейчас могу делать и по 15 измерениям. Могу посмотреть продажи за года, за месяца, по магазинам, по продавцам, по типам товаров. А это хранится. Но чем куб отличается от обычной религиозной СОБД, там уже хранятся вот эти агрегированные значения. Поэтому если вы напишите запрос, который считает продажи за месяц, за неделю, за год и так далее, все в одном отчете, ваш отчет вынужден будет считать это каждый раз. А куб, он процессируется заранее, то есть там вычисляются вот эти агрегатные значения. Поэтому если я задаю, показать мне статистику продаж по годам товаров с разбивкой по месяцам, неделям и месяцам, он не будет их считать. Он из нужных ячеек куба их просто достанет и покажет. То есть тот запрос, который реально бы считался медленно, в ОЛАП-системе посчитается очень быстро. А когда мы говорим ОЛАП, онлайн-анализинг процесса, мы это противопоставляем ОЛТП-систем. Слово транзакции мы сегодня употребляли, онлайн-транзакшен процессом. Это вот те системы, в которые транзакционная обработка. Вот в ОЛАП-кубе не нужно нам что-то инсертить, апдейтить. Он заполняется, вычисляется и дальше с ним работают аналитические аналитики. Но аналитики работают не на языке SQL, а, например, на языке MDX. Специальный язык, который там DAX, R, Python, пожалуйста, можно какие-то инструменты, которые предпособлены для работы с такими многомерными структурами. Но начинается все со SQL. SQL даже можно там найти. Вот какую-то часть вот этого запроса, туда вставляем SQL-код, он нам возвращает из элементов куба нужной нам на чистом SQL. Поэтому, в принципе, если аналитикой заниматься, конечно, начинать нужно с SQL. Вот когда у вас есть бэкграунд SQL, можно двигаться по любым направлениям. язык R кстати, тоже изучается на курсах, я не привел его в этом списке, и R, и Python, пожалуйста, есть курсы по этим тоже предметам, они тоже имеют отношение к аналитике, просто у меня были более скромные задачи, значит, если придете на какие-то другие семинары, да, я готов и про другие элементы рассказать, да, пока мне хотелось бы, чтобы вы из чего-то начали, а начать лучше с того предмета, который позволяет исходные вот эти данные на SQL изучать, для этого вот эти два курса являются оптимальным решением, потому что там вы и изучите как писать от простого к сложным запросам, и там же вы даже элементы программирования посмотрите. Вопросы? Книгу как звучит? Значит, смотрите, на самом деле если вы хотите писать или познакомиться немножко с SQL-ем, ну, я назову книгу, которая может быть будет вас немножко смущать по названию, называется SQL для чайников, никого не обещая, это для IT-специалистов, подождите, подождите, коварство этого названия состоит в том, что это просто немножко окривляется автор. Книга очень серьезная, она почти эквивалентна там вот какому-то курсу, который я предлагаю. Поэтому не смущайтесь названием, если вас только это смущает, да, это не для дебилов и не для, скажем так, это очень серьезный курс, который можно, книга, которую можно просто начать почитать. Как он называется? SQL для чайников. На русском языке есть уже несколько переводов, она иностранная, переводна на русский язык. Есть ли еще какие-то вопросы ко мне? можно, да? Можно, да. Можно, да. Сейчас это, да. Значит, если у других нет ко мне вопросов, да, пожалуйста. Значит, ну, здесь вот приводятся другие, более сложные задачи. Ну, вот, действительно, если вы именно на Microsoft ориентируетесь, есть хорошая книга, правда, я ее не знаю, где можно сейчас купить, она на 12-й сервер. Microsoft SQL Server создание запросов Ицик Бенган, это израильский специалист, но книжка переведена на русский язык, и она вот очень в тематике Microsoft курсов. Очень хорошим вспомогательным средством для Microsoft SQL Server создания запросов. можно в гугле поискать ее, значит, и соответственно, но если вопросов нет, да, я благодарю вас за внимание, смотрите за нашими семинарами и приходите, пожалуйста, на них еще. следующий Продолжение следует... Продолжение следует...